Конкурсы красоты. В общих чертах мероприятия предсказуемые. Дефиле, творческое задание, совещание жюри, оглашение результатов и корона победительницы. Что-то новенькое в этом направлении решили привнести организаторы «Красы Евразии» от фабрики проектов Константина Аникеева. Во-первых, никаких стереотипов о красоте и модельной внешности, а во-вторых, обилие сопутствующих финалу, воркшопов и мастер-классов, которые помогают раскрыть индивидуальность каждой участницы. Я узнала через интернет и через знакомых Константина Аникеева, что он совершает такие безумные проекты, которые очень много дают каждому человеку. Конечно, то, что ему нужно. Про себя могу сказать крайне корректно, что я учила женственности больше. Вот, и этот проект очень много дал. Эмоций много, много прошли, много этапов было. Ездили в другой город Екатеринбург, участвовали в фэшн-показе. Я даже не знаю, много-много эмоций на самом деле. Каждый день что-то было новое, новые знакомства. Ранее финал проекта прошел в Екатеринбурге, победительница которого приехала поддержать челябинских участниц. Да, я всем советую девчонкам, прийти на этот проект, вы действительно себя раскрываете с другой стороны, с какой вы на самом деле даже не могли себя представить. Партнеры проекта – представители бьюти и фэшн-индустрии. Приготовили спецпризы для своих фавориток на случай, если личное мнение не совпадет с мнением жюри. От нашего клуба дарим годовой сертификат, годовой абонемент непосредственно девушке, которая выиграет. Фитнес-зал вообще никому не мешает никогда. Все могут стать красой Евразии. Благодаря фитнесу, правильному питанию, улыбке, настрою – все получится. Ну, сегодня вот по двух этапам, прошедшим уже, хочется выделить двух девушек, потому что для меня всегда критерием является именно вот эта открытая улыбка и вот эта радость в глазах, которую участница дарит, вот эту любовь к миру, которую она чувствует себе и готова поделиться с окружающими. И сегодня вот две девочки, которые меня очаровали – это Елена Сибрикова, мне очень нравится, Димиденко Наталья. Сегодня у меня готовы подарки, сертификаты от медицинского центра, руководителем которого я являюсь. Ну, сегодня я для себя фаворитку этого конкурса уже определила. Она будет самой жизнеутверждающей, самой яркой, оптимистичной и харизматичной среди всех участниц. Женщина настолько многогранна, и ее начало необходимо проявлять во всех сферах деятельности. Находясь в жюри, конечно, ловлю себя на мысли, что кто-то чем-то подкупает. Возможно, кто-то найдет свое отражение в человеке, возможно, кому-то понравится его мировоззрение, а у девчонок была сегодня такая возможность высказать свою точку зрения относительно какого-то вопроса. Возможно, кто-то кому-то будет просто симпатизировать внешне. Факторов много, факторов много. Я думаю, что целью жюри должна быть обязательно быть объективными, непристрастными и действительно самой достойной отдать победу. Корона-победительницы во втором сезоне проекта по всем канонам драматургии досталась одной из сестер Шубиных. Дарья Шубина поразила всех своим обаянием и жизнелюбием. Я увидела рекламу. Проект неформатный. Для тех, кто яркий, для тех, кто готов заявить о себе, я подумала, это же про меня. Так это же я! Я первая попала в проект, и так оказалось, что нам нужен был еще человек. Я говорю, у меня есть сестра. Я поговорю с ней. Я поговорила. Ее, правда, очень заинтересовало. Она решила тоже участвовать. Не скажу, что грустно, что она не победила. Потому что мы много раз разговаривали на эту тему. И я знала, что корона моя. Я была нацелена на победу. Если честно, мне прям снилось, как мне надевают корону. Я ее видела. Я шла к цели. Ничего подобного никогда не было. Но, правда, с самого детства всегда хотелось. Знаете, это маленькая детская мечта. Победить в неком таком конкурсе. Ну, теперь корону только лопатой, наверное, сшибать. Она яркая. Она коммуникабельная. Она очень красивая. Несмотря на ее недостатки, она замечательный человек. Замечательная личность. И она лучше всех. Этот конкурс достаточно был ярким. Он дал эмоции, за которыми мы приходили в первую очередь. То есть мы шли в основном не за корону. Мы шли за участие. Чаще всего в таких проектах главными соперницами являются не другие участницы. А собственные неуверенности лень. И поскольку преодолеть себя на красе Евразии получилось у каждой, С ощущением победы ушли все без исключения. Кстати, регистрация на второй сезон в Челябинске уже открыта. На сайте красаевразии.рф